Всем доброе утро и сегодня 1 сентября. Всем привет, я уже сказала ранее, что сегодня 1 сентября, я поступила в аминистратуру. На ютубе я еще об этом не говорила, потому что я выпускаю видео раз в 3 месяца. Но не в свой вуз, в Глаб, который я закончила, уже не мой, а в Лути. И я сменила специальность, у меня были информационные системы технологии, сейчас у меня системный анализ и управление. Давайте собираться мне выходить через полчаса, немножко подкрасимся. Я никогда не крашусь, знаете, плотно, если можно так сказать, нормально, потому что я не умею. И потому что я не хочу, и потому что у меня проблемная кожа и так, и я не хочу наносить еще тональное средство, которое я нанесу неправильно. Мне будет не нравиться, мне будет все сушить, даже если я увлажню все 300 раз. Поэтому просто не пользуюсь. Все мои причины не пользуюсь, не умею, не хочу. Мне так хорошо. Все равно прыщи есть. Все равно я их не могу никогда замазать. И даже если я их замажу, все равно видно будет, что они есть. И все покраснения. Покраснения можно еще, конечно, под масками. Но, знаете, извините. Какая есть. Меня не особо волнует, что обо мне подумают по поводу того, что у меня есть порощи на лице, и что я их не замазываю, или что я не пользуюсь косметикой, или что еще. Мне пофиг был, потому что у меня на этот счет нет особо каких-то... Нет. Я некрасивая, типа. Я смирилась с этим. У меня был такой период, когда у меня весело было в прощах. Вот это был п***ц. Вот это было не очень. И даже тогда я ничем не пользуюсь, потому что такая, типа, ну вроде норм. А потом я фотки пересматривала, и такая... Ну ладно. Поэтому сейчас еще более-менее нормальный. И с учетом того, что я примерно знаю из-за чего эти прощи, поэтому... Я тут ничего не испарила. Извините. Я в последнее время очень редко пользуюсь увлажнением. Подзабила. Но сейчас я после душа поняла, что у меня кожа сухая просто. Вау. Обычно единственное, что я делаю, это подкрашиваю брови и ресницы. Мне кажется, вы замечали это во многих видео. Но сегодня хочется еще прести глаза черным карандашиком, сделать чуть-чуть ярче. И может быть, у меня есть такая блестяшка. Вот. Может быть, я еще... Я что-нибудь придумаю. Но кто знает. Но я не буду уже записывать это все, потому что вы и так все знаете. Поэтому увидимся чуть позже. Давайте смиримся с тем, что у меня нет цвета отражателя, и что окно у меня вон там вот. И, к сожалению, будет так. Сейчас покажу прическу, которую я в последнее время начала делать. Вместо двух косичек французских. Вот. Я нашла эту прическу в ТикТоке. Попробовала. И мне понравилось. Надеюсь, вам видно и понятно, что я делаю. Кстати, получается быстрее. Может быть, потому что я нововчилась. Может быть, потому что она из-за черного. Быстрее, чем крести косички. Кто знает. Никто не знает. Вот мы сейчас крутили. Вот так, да. Сейчас переходим в обычную косичку. Я не знаю, в какой момент правильно переходить, но я всегда по ощущениям делаю такая... И смотрю в зеркало, думаю, да. Сейчас время переходить на косичку. Делаю всё плохо, потому что иначе всё разладится. И не так, как я хочу. Всё, обычная косичка. Не важно, что ты прям вообще не пропорциональны. Мне всё равно. I don't care. Девчонка какая-то. Всё, обычная резиночка. Безиночка. Всё готово. Дальше это всё можно распушить, но я не хочу сейчас. И то же самое с второй. У нас апдейт. Я не одна топа в универ. Я топаю с сестрой. Ура! Меня доведут до аудитории. Я не потеряюсь. Вот так вот. Хорошо учиться с сестрой в одном универе. Закончилось собрание. У меня есть пропуск. Я попаду в УЗ. Ура! Всё, всем спасибо. Можно жить спокойно. Сразу топаем домой. Ура! Мы наконец-то дома. Я наконец-то кушаю. Я такая голодная. Собрание пришло хорошо. Вся информация была. Потом нашли в списке групп наконец-то. Потому что до этого вообще... Вчера, по-моему, только я нашла связь с одной девочкой из группы. Но она уже там училась. Я нет. Поэтому было тяжело. Вот. Сегодня наконец-то я нашла связь с группой. С одногруппниками. Чаты все. Теперь мне легко на душе. Я спокойна. Всё. Наконец-то отдыхать. Наверное. Не знаю. Смотрите, какая у меня классная сумочка. Купила. Не сама связала. Но, может быть, когда-нибудь и сама свяжу. Мы едем в магазин. Мы наконец-то купим дыню. Моя любовь. Раньше я была фанаткой вот этого. Но, когда я попробовала с мандарином и розой, я стала фанаткой вот этого. Она была водилой. У меня шумит ноут, но... Кайф. Я, короче, сейчас разбираюсь с личным кабинетом. Смотрю, что там можно сделать, заполнить. Вообще, что там есть. И самое кайфовое, это то, что можно сделать корпоративную почту обучающегося. Что 100 из 100. Потому что, чтобы сделать её в ГУАПе, нужно было пройти 10 кругов ада. Вознить с документами. И тебе её не дадут. А здесь Валя сказала, что её достаточно несложно создать. Правда, я нажала, у меня нет прав. У меня нет прав, чтобы поменять фотографию. У меня нет прав, чтобы сделать корпоративную. Ну, скорее всего... У меня нет прав, чтобы в личном кабинете что-то посмотреть. Скорее всего, это из-за того, что сейчас они всё это обновляют судорожно. Сейчас посмотрю ещё что-то. Дальше буду... Хочу в ежедневнике, в блокноте... Не знаю, это можно назвать ежедневником, если я каждый день туда напишу. Наверное, нет. Но буду назвать его так. Короче, хочу сделать развороты на сентябрь. И этим буду заканчивать уже данное видео. Пока будут разные таймлапсы и так далее, я вам расскажу, как прошёл день в целом, какие ощущения, что я думаю. Потому что я учусь в новом университете. Да, мне там учится сестра и прибудёт сестра. Но у нас разные специальности. Это не значит, что халява нет. У меня немного такой диссонанс сейчас в моей голове, потому что я до конца не осознаю, что я уже не буду учиться в ГУАПе, что я не буду видеть свою группу, своих подружек, что мы не будем вместе встречаться в метро, шагать туда, возвращаться обратно, что не будем делать групповые проекты, что не будем обсуждать каких-то преподавателей, заданий, вообще жизни в целом. И не будет вот этого ежедневного живого общения. Мы не виделись уже очень давно, на самом деле. Юля уехала в Южкралу. С Аленой и Олей мы не виделись чуть меньше, потому что они уехали попозже. Ну как, Оля уехала домой, Алена просто уехала путешествовать с семьёй. Я тоже потом уехала путешествовать с семьёй, поэтому мы не виделись, типа, ну, половину лета, может быть, месяц, не знаю. И встретимся мы только в конце следующей недели, типа, первой учебной недели, вот, и мы встретимся. У меня всё ещё лежат подарки, которые я привязала с Египта. Лично с группой я ещё не знакома, потому что 1 сентября было только собрание для тех, кто поступил из других институтов. Вот, я не знаю, кто поступил из других институтов, кроме меня, потому что там была толпа, было не очень удобно. Я вообще рада, что я хотя бы знаю список людей, и я во всех этих чатах, что я не потеряюсь, как минимум, либо же буду не одна. Немного переживаю, но не так, как я переживала, когда я поступала на бакалавриат. Если в целом говорить про поступление в магистратуру, оно прошло в разы легче, спокойнее, чем на бакалавриат. Я не нервничала, я в целом отпустила ситуацию, я сказала, что не поступлю в магистратуру ещё когда училась на четвёртом курсе, потому что нам объявляли, что и как проходит, что нужно было сделать, что нужны добытные баллы. В самом начале приёма документа уже 100% было ясно, что я не поступлю в КУАП, я не пройду со своими проходными баллами. Чтобы вы понимали, проходной балл увеличился на 40 за один год. И я решила сходить в ВУЗ к сестре, подать просто документы. Когда я вообще рассматривала в четвёртом курсе магистратуру, я ещё рассматривала в ЭТМО и политех, я даже записалась на экзамены в ЭТМО, но в итоге ни на один не сходила. И просто спокойно поступила в УТИ, я пришла в УТИ поменять приоритеты, потому что можно было это сделать только лично. И мне сразу сказали, куда я не поступлю, куда я 100% поступлю. Я ушла подумать и не приносила ещё оригинал. И на следующей неделе, ну это буквально было в конце одной недели, и в начале следующей я приехала, поменяла опять приоритеты и подала диплом. Я узнала о том, что я поступила раньше всех своих друзей, на крупников, типа 28 июля. Вы понимаете, я целый месяц, целый август, я знала, что я поступила. И просто спокойно жила, и вообще, типа, не переживала. Такое бы поступление в 11 класс мне бы сохранило очень много нервов и всего, чего только можно. Всем советую. На этом я буду заканчивать своё видео. Всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Попал, молив мой нежный гель, ты даришь запах граната.